здравствуйте доброе время суток с вами программа азия большая игра я ведущий давид эдельман а у нас сегодня в гостях по скайпу наш постоянный собеседник казахский политолог талгат калиев здравствует добрый первый вопрос это олимпиада я просто посмотрел и казахские социальные сети и казахские сми они полны возмущения по моему первый раз за все независимое существование казахстан вернулся с летней олимпиады без золотых медалей и без серебряных медали такого раньше не было правильно по моему 80 это место да здесь я кто-то около того как это оценивается казахским обществом сегодня ну в целом то конечно у нас возмущение много но я думаю вообще в целом любая олимпиада это не это не демонстрация того сколько денег вложено в спорт это демонстрация уровня спортивного здоровья нации всей и с этой точки зрения надо признать что спорт у нас перестал быть популярным спорт не является социальным лифтом идеи чемпионство нет в целом молодежь как во всем мире наверное увлечена увлечена гаджетами при том что у нас всего 19 миллионов населения соответственно и процент по теории вероятности достаточно низкий но у нас сегодня у нас популярный блогеры гораздо известнее и успешнее чем олимпийский чемпион поэтому молодым людям гораздо привлекательнее идея блогерство нежели спорт поскольку спорт это постоянные жертвы это постоянная работа над собой это жесткий режим тренировочный режим питания и целом образ жизни совершенно иной на уровне правительства поскольку насколько я знаю казахское правительство она все-таки очень любит вопросы приоритетов будут какие-то выводы я думаю что выводы определенные должны быть и я надеюсь что выводы будут правильные то есть мамы я имею ввиду будут кадровые выводы или нет то есть головы полетят или не полетят ну а что даст на самом деле спорт это не скажем так низ сфера ответственности одного министерства или одного уровня преподавания уроков физкультуры это сфера ответственности местных исполнительных органов ну и сфера ответственности каждого родителя я думаю в целом необходимо наверное пересмотреть отношение к физической культуре массовому спорту я бы лично предпочел провести хороший аудит состояние спортзалов в каждой сельской школе и параллельно аттестацию преподавателей физкультуры лично я помню в детстве в детстве сельской школе я знал что такое допустим каденс насколько шагов делается вдох при беге на шагов выдох я знал технику прыжков в высоту прыжков в длину то есть в школе освоил достаточный объем знаний и достаточный объем техник для того чтобы в будущем возможно заняться спортом я не уверен что сегодняшние молодые люди получают такой же объем долгать вопрос непомерно большая казахская делегация которая отправилась на олимпиаду о том чем ты сам писал со своей странице фейсбука это тоже вызывает ну недовольство обществе или нет разумеется разумеется вот тут конечно вопрос к непрозрачности деятельности федерации национального олимпийского комитета мы никогда не видим отчетности куда расходуются средства или логику формирование этой самой делегации для чего необходимо было такое количество людей какой функциональный круг каждого члена этой делегации здесь наверное нужно подходить вообще по принципу без кого можно было обойтись а не кого можно взять и по хорошему конечно следовало бы и здесь провести полный аудит целесообразности расходами таких объемов средств я надеюсь что это все станет поводом для соответствующих выводов и изменения самой модели функционирования наших спортивной отрасли ну я могу сказать что у не получение медали есть свои положительные стороны ну я иронично говорю но вот в субботу у нас впервые израиль получил медаль по художественной гимнастике и сразу золотую вот золотая медаль по художественной гимнастике ну во первых мы рассердили у нас рассердились местные религиозные фанатики как можно в субботу получать медали а обе медали израиля получены во время субботы а с другой стороны у нас куча угроз со стороны россии вот вчера Маргарита Симоньян там написала что израильтян заклемили не золотой медаль а железобетонным позором и предложила снимать на территории России эти самолеты правда непонятно с кем судить за коррупцию в области спорта опять таки непонятно кого но в общем там и Симоньян и Захарова и еще куча этот российских таких вот ретивых посыпались такие угрозы ну я просто подумал что наверное пока мы не получали медали нам ничего такого не сыпалось ну пережить это можно ну я думаю что вообще-то спор должен быть вне политики и поэтому проигрывать достойно тоже нужно уметь а вопрос я надеюсь это станет хорошим поводом и отрезающим уроком поскольку тот самый дождь золотых медалей постоянно нас расслаблял и мы никогда не обращали внимание как расходуются средства на спорт вот насколько они прозрачны и непрозрачны получают медали получают сегодня ситуация заставила привлечь внимание очень серьезное я надеюсь что соответствующие выводы именно в этом было сделано тут дело не в персонале а дело в самой модели вопрос второй касающийся вакцинирования и коронавируса то что происходит сейчас в казахстане казахстан насколько я опять-таки понимаю глядя социальные сети это одна из главных территорий битва прививочников и анти прививочников причем есть вещи которые на израильском телевидении в израиле ну там как-то прошли бесследно или где-то на израильских сайтах тут я вижу в казахстане они переведены на русский язык то есть я получаю из казахстана какие-то такие сведения об израиле начинают так думать вау оказывается там мы мы так популярны в этом отношении вопрос что если какие-то новые меры для того чтобы продвигать вакцинацию опять-таки ты упомянул популярность казахский виде блогера видео блогеров вот в америке умудрились использовать этих авторитет и для того чтобы продвигать вакцинацию ну то есть продвигать это идею делается ли что подобное в казахстане у нас и популяризация идет и недавно общественники создали хорошее движение по популяризации вакцинации я проходил торговом центре и там определенное скопление людей увидел на вакцинацию и там же стоит автомобиль который будет разыгрываться среди вакцинированных я думаю что то есть лотерея лотереи с их диван ценят их это наверное хороший инструмент стимулирования но в то же время вы правильно подметили антиваксер очень серьезно у нас работает и это это уже похоже на деятельность какой-то сектор я не против я ничего не имею против тех кто отказывается вакцинироваться самостоятельно это их личное дело но я не могу понять к чему это пропагандировать и зачем брать ответственность за чужие жизни и судьбы ну это идет на таком довольно жесточайшем уровне я сам сижу в нескольких чатах антиваксеров и и продолжает понять их логику ты улял да очень четкое определение которое мне понравилось антипрививочники это такая разновидность разновидность секты а почему она вот процветает казахстане допустим они ну почему именно именно у вас они давно допустим процветает в россии где-то других местах в америке она процветает в одних штатах не процветает других почему это секта возникает и развивается трудно понять трудно понять это поскольку от меня дочь вчера мы с ней разговаривали она у меня она учится в канаде как раз таки говорит о том как активно работает антиваксеры там и такая говорит папа это это страшные люди они такие агрессивные я так понимаю антиваксеры имеют примерно одинаковый социальный и психологический портрет на любой точке планеты но в том чате в котором я сижу там не только казахстанский антиваксер это и российские в том числе но я думаю где-то в какой-то степени это возможно связано и с российской пропагандой с элементами российской пропаганды поскольку вся антиваксерская риторика исключительно на русском языке ее нет на казахском и она именно в том русскоязычном контенте исключительно кита ролики на русском языке причем такие абсурдного содержания когда на полном серьезе говорят что к вид придумали чтобы убить часть человечества вакцина должна добить то в тех кого не убил к вид и это на полный сервис обсуждается но мы с тобой два привитых человека беседуем и являемся полным упровержением этого до российская пропаганда то есть ты считаешь что российское государство российское правительство заиндексован в такой пропаганде лета помимо ее я думаю что это уже то что начало жить своей жизнью поскольку в россии всегда продвигалась все такое антизападное но есть российская вакцина да но до этого активно продвигалась идея о том что как-то там связан билл гейтс и 5g и прочие дела и что все это задумки тех самых злобных империалистов и я думаю просто это это идея фикс начала жить своей жизнью и сегодня это тот джин который выпустили из бутылки и трудно загнать обратно последний вопрос который я задаю практически всем с кем беседую последнее время представителем центральной азии выход америки из афганистана большинстве республик ну особенно в киргизии или его и в узбекистане считают что это может привести к сильнейшей волне исламизации за пределами афганистана который пойдет ну сторону средней азии сторону казахстана центральной азии в казахстане об этом думают казахстане об этом говорят ну на общественном уровне таких серьезных дискуссий вокруг этого нет вообще я думаю что выход американского контингента из афганистана примерно сопоставим с тем что происходило восемь девятом году когда советские войска уходили оттуда и но после этого советский союз рухнул так что на америка и мы остались наедине с той самой вроде бы афганской проблемой но до какой-то какой-то объем трафика присутствует наверное наркотрафика из-за афганистана какой-то какие-то попытки возможно были исламской пропаганды но на самом деле я думаю за эти десятилетия наши страны центральной азии приобрели хорошую прививку от исламского радикализма и сегодня у нас достаточно достаточно грамотная грамоты пласт появился собственного духовенством это уже не не советский постсоветский нигилизм достаточно образованная хорошая прослойка религиозного духовенства есть общество достаточно хорошо ориентируется в вопросах исламской теологии и с другой стороны насколько нужно афганистан потому что либо ну выходить за границы афганистана поскольку во первых им не так то просто захватить контроль на своей территории во вторых этот контроль необходимо удерживать и нельзя сбрасываться со счетов субъектность наших вооруженных сил собственных и таджикских и узбекских и кыргызских поскольку одно дело ввести партизанскую войну внутри своей страны в горной местности с той же самой советской или американской армии другое дело выходить на чужую территорию и проводить наступательные полномасштабно наступательные операции против регулярных армий я думаю у них не так-то много шансов и я думаю что они достаточно трезво мыслят чтобы понимать что как только афганская проблема начнет угрожать всей центральной азии то с одной стороны центральные азиатские республики вот буквально недавно президент наши собирались вполне могут объединить свои силы борьбе с афганской угрозой и в конечном итоге все-таки решить эту проблему которую не смогли решить не союз не сша с другой стороны своими азиатскими способами да в конце концов у нас достаточно входят схожий менталитет и достаточно схожие в определенной степени тактики ведения боя с другой стороны те самые опять мировые центры силы опять обратят внимание на эту проблему и если вчера если до этого допустим тот же талибаны и афганские маджахеды опирались на поддержку внешних игроков то как только они захотят быть самостоятельными игроками я не думаю что кто-то им будет оказывать поддержку спасибо талгат твои слова да богу уж с вами была программа азия большая игра я ее ведущий давид эдельман а у нас сегодня в гостях по скайпу был казахский политолог мой друг талгат калиев до свидания